убираем с ума вольер тут очень грязно и вода он пролилась и сено из будки постоянно вываливается вот пришлось поднять будку чтоб сейчас это все выгребсти и поднимала я за вот этот край нижней и тут сидят какие-то ранту и просто а я их очень боюсь и целых три штуки утра с 2 и 3 кошмар какой теперь это их будка ума кто будет ее опускать теперь кошмар ума ты поможешь мне поможешь я их боюсь ум можешь да ладно когда опустим твою будку будешь жить опять будки свои будки кстати уми надо переделывать потому что у мы постоянно вываливается туда голова или хвост она и маленькая ума выросла очень сильно и поэтому надо ее как-то или удлинять потому что уми комфортно не лечь или делать новую вот сейчас думаем как лучше сделать это будка конечно уже повидала и синков и изначально моня тут жила вот и ума над ней работала вот такая вот сейчас будка в таком состоянии кошмар какой кошмар ума сейчас будем снимать вот эти штуки наши летние киевские вот лето прошло нужно снимать вот эти постеры мы сняли перед так чистенько вот а у летом они просто укрывали вольер от солнца по что было и так жарко вот сейчас будем мыть пол я уже подняла сено убрала вот целая . вот будка еще тем неудобно что сюда нужно приколотить какую-нибудь дощечку повыше чтобы вот так чтобы сено не высыпалась из нее вот и вообще на нужно побольше потому что уме она жмет сейчас возникла более серьезная проблема двоих пауков я вижу а третий куда-то пропал пока я подметала а вот они и тут уже парочкой объединились вот кошмар сейчас на работу их смывать отсюда сейчас пришлось перецеплять вот этот зеленый шланг он очень короткий то есть он достает только до дверцы и мне в вольере нормально не намыть поэтому пришлось перецеплять на вот этот желтый длинный вот через него мама качает водоем воду с дома вот а зеленый удачно был сгрызан собачками вот поэтому он такой короткий стал а был длинный тут еще тоже у меня сидит мой друг у розетки ай-ай боюсь вот ведь что он вылезает когда я включаю насос чтобы помыть и сейчас не вылезет кто не понял там паук сейчас насос должен заработать хочу не слышу что он жужжит ладно поплавок погрузить пошло дело сейчас просто сполоснем потом будем смоющим средством поломыть и ждать пока это все просохнет и потом уже умер можно будет заселяться что-то 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 Сейчас намыли вольер с моющим средством, сейчас пару минут постоит и будем смывать. Начинаем потихоньку смывать вольер. Пол в этом вольере сделан под уклоном, то есть он уходит насквоз туда. И там сделаны отверстия, чтобы при мойке вольера вода уходила. То есть, видите, вода вся скапливается туда. Но когда моешь, попадает туда сено или еще что-то, надо прочищать, потому что сейчас случился затор. Сейчас прочистим, это все уйдет. Ах, это Ума. А кто Валер не чистит, а, Ума? Ты что ли? Ума. Кто это сделал? Ум. И ушла. Вот, в принципе, мы все намыли, убрали. Теперь нажать пока он высохнет. Сейчас это все уйдет. Вода вот эта вся. Вот и вольер чистый. Вот так вот выглядит мойка одного из вольеров. Это у нас главный контролер по качеству мойки. Ума, тебя выселили ненадолго. Сейчас все высохнет и пойдешь. Так. Голос. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok